Говорят, футбол придумали англичане. Это, конечно, спорный вопрос. Потому что кто только не пытался пнуть какой-нибудь круглый предмет в древность. Что только люди не пытались использовать в качестве мячей. Но мячи были то недостаточно круглые, то быстро сдувались. То лопались, то быстро поглощали влагу и становились очень тяжелыми. Но прогресс не стоит на месте. И в середине 20 века появился привычный нам современный футбольный мяч. Как это ни парадоксально, но к нему приложили руку два человека, ни один из которых не был футболистом. Математик Леонард Тейлер и архитектор Ричард Бакминстер. Вы, конечно, понимаете, что даже самая идеальная окружность на экране монитора – это всего-навсего огромный угольник. Вполне логично, что и шар можно попробовать приблизить к каким-нибудь многогранникам. Бакминстер придумал конструкцию, состоящую из правильных пятиугольников и шестиугольников, которая была очень похожа на сферу. Почему шестиугольники? Правильный шестиугольник, то есть такой шестиугольник, у которого все углы и все стороны равны, это такая волшебная плоская фигура, которая обладает двумя очень важными для нас свойствами. Во-первых, правильными шестиугольниками можно замостить плоскость, то есть уложить их на плоскость без дырок и наложения. Еще говорят, что из них можно сложить паркет. Существует всего три правильные фигуры, из которых можно сложить паркет. Это треугольник, четырехугольник и шестиугольник. А во-вторых, из трех этих фигур – треугольника, четырехугольника и шестиугольника. При заданной площади шестиугольник имеет наименьший периметр. Это очень важно для производства. Удобно кроить и меньше сшивать. Так почему же, спросите вы, не сделать мяч только из шестиугольников? Не получится. Из шестиугольников нельзя сложить многогранник. Не будем это доказывать. Поверьте, не получится. И поэтому Бакминстеру пришлось добавить пятиугольники. А вот сколько их надо, нам как раз поможет посчитать формула Эйлера. Формула Эйлера говорит, что если у меня есть многогранник, то число его вершин минус число ребер плюс число граней всегда будет равно 2. Давайте ее проверим, а заодно вспомним, если вдруг вы подзабыли, что такие вершины, ребра и грани. Пусть у вас есть куб. Считаем. У него 8 вершин, 12 ребер и 6 граней. 8 минус 12 плюс 6 равно 2. Давайте попробуем приложить эту формулу к мячу. Тут-то и начинается самое интересное. Оказывается, что шестиугольников может быть сколько угодно, а пятиугольников всегда 12. Давайте попробуем понять, почему так хитро. Если у меня х шестиугольников и у пятиугольников, получается х плюс у граней. Я их склеиваю так, что в каждой вершине сходятся ровно 3 грани. У шестиугольной грани 6 сторон, а у пятиугольной 5. Значит, у меня 6х ребер у шестиугольников и 5у ребер у пятиугольников. Однако после того, как я сошью мяч, два ребра превратятся в одно. Значит, общую сумму ребер надо поделить пополам. С вершинами то же самое. Только в отличие от ребер, три вершины превратятся в одну. Поэтому получаем 6х плюс 5у, деленное на 3. Подставим формулу Эйлера и решим простое линейное уравнение. Раскрываем скобки. Х сократился. Приводим подобные. Решаем. Получаем Y равен 12. То есть наше уравнение имеет решение при любом X и Y равном 12. Обычный футбольный мяч состоит из 12 пятиугольников и 26 угольников. Что особенно в надутом виде отлично приближается к сфере. С развитием технологии термического склеивания стали экспериментировать с формой и количеством деталей. Например, мяч чемпионата мира 2018 состоит всего из 6 частей, которые склеены 12 швами. Но все же наиболее распространенным остается черно-белый мяч Пак Минстера. А на этом у меня все. Всем пока. Ставьте лайки и делайте репосты. А я пошла играть в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok